Приветствую вас, Мария. Давайте разберём ваш вопрос. В первую очередь хочется сказать, что свой вопрос вы задаёте несколько опрывистым, несколько, скажем так, нецелостной, я бы сказал. То есть такое ощущение, что вам либо неловко за то, что вы пишете об этом, либо вы не знаете до конца, хотите ли вы. То есть вот такие у меня возникли ощущения, когда я читал ваш текст. Мне 33 года, пишите вы мужу, 30 лет. Здесь я должен спросить, какое значение имеет для вас и имеет ли значение для вас возраст. Возраст ваш, возраст вашего мужа. Если да, то какое это значение имеет, вот. Потому что на первом месте вы поставили свой возраст, ну начали со своего возраста. В браке 5 лет. Есть маленький ребёнок. Смотрите, я думаю, что вам мои вопросы могут показаться несколько странными, но тем не менее это достаточно важно, чтобы обратить на это внимание. Вы пишете, что в браке 5 лет. Что между вами общего, между вами и вашим мужем имеется? Если имеется, то есть имеется ли между вами и вашим мужем что-то общее? Если да, то что? Как вы познакомились с своим мужем? Что вас объединяет? Как вы воспринимаете своего мужа в том смысле? Видите ли вы в нём только мужчину? Или вы в нём видите что-то ещё, кого-то ещё? Например, личность. Это тоже очень важный момент. Дальше. Есть маленький ребёнок. Ну, давайте, соответственно, по ребёнку тоже. Какое значение вы продавали ребёнку? Значит, чем было обусловлено рождение ребёнка? То есть вот тот вопрос, который вам приходит сразу в голову. Для чего ещё может быть ребёнок и, собственно, зачем ещё рожают детей? Он, в принципе, может быть языкономерен. Но ответ на него, на этот вопрос, тем не менее, достаточно важен. Собственно, если бы это было не важно, я бы не спрашивал вас об этом. Дальше. Муж воспитывался в семье, где нет контакта с отцом. Я строгости. Авторитет папы непоколебим. Семьи семьи полную. Мария, ну вот, честно говоря, хочется у вас спросить. Для чего вы нам рассказываете о своих, точнее, семьях? Для чего? Как вы, может быть, пришли к тому, чтобы об этом нам сказать? То есть как бы, почему вы решили об этом упомянуть? О семьях, своих семьях там и так далее. С чем это связано? Это важно, потому что ситуация здесь следующая. Да, конечно, конечно, имеет значение семья. И, конечно, то, что происходило у вас в семье, влияет на ситуацию. Это вне всякого сомнения. Это правда. Правда, что влияет. Но лично я сталкивался ещё и с немножко другими историями. Историями, когда люди просто-напросто перекладывали ответственность за свою жизнь. за свою модель поведения, на свою семью, родительскую семью. И, на мой взгляд, в этом ничего хорошего, в принципе, не может быть. Потому что выбор, выбор относительно того, как вам жить, делаете вы только вы. Никто больше. А в случае, когда люди перекладывают ответственность на свою семью. Причём не обязательно, что это делаете вы. Поймите правильно, я не говорю, что вы так делаете. Я просто хотел бы несколько предупредить возможную, так скажем, проблематику, да. Хотел бы просто предупредить возможную, как кажется, ситуацию. Когда перекладывают ответственность, то, в общем-то, обсуждение и работа ведётся в основном на предмет родителей. То есть это вот именно обсуждение акцент внимания делается именно на родителях, а не на самом человеке. Ну, мне кажется, как минимум это деструктивным аспектом. Я предполагаю, что какие-то знания в области психологии у вас, наверное, есть. Потому что вы говорите про контакт с отцом, вы говорите про авторитет отца. Вот, и очевидно, что вы придаёте этому значение. Но я хочу сказать, что для решения ваших психологических проблем, может быть, совершенно необязательно много внимания уделять родителям. То есть, конечно, это важно и, вероятно, какая-то работа с детскими родительскими отношениями должна быть проведена. Но, как бы, преувеличивать значение родителей, преувеличивать значимость детско-родительских отношений я бы не хотел. Потому что, повторюсь, это, на мой взгляд, путь совершенно в никуда. Следующее. Значит, муж воспитывался в семье, где нет контакта с отцом. То есть, по большому счёту, мы достаточно мягкие. Я строгость за авторитет папы не поколебил. Семьи полные. Ну, соответственно, вы будете либо пытаться быть похожей на своего отца. Вот. Либо, значит, будете его противоположить. Ну, может быть, прямой, может быть, непрямой. Это не столь важно. Ну, как мы видим, что вы в большей степени всё-таки повторяете сценарий своего отца. То есть, придерживаетесь такой модели поведения, которую, по вашему мнению, 100% одобрил бы ваш отец. То есть, такой он хотел бы вас видеть. Что касается вашего мужа, то ваш муж, безусловно, представляет собой то, как хотела его видеть его мама. Но, при этом, без адекватной, к сожалению, формы достижения этого. Что, в принципе, должен был показать отец. Ну, из-за того, что контакт с ним отсутствует, как вы сказали, кстати. А откуда вы знаете, что контакт с его отцом отсутствует? Это вот. Ну, откуда такая информация у вас имеет место быть? Я просто не очень понимаю, откуда вы это узнали, что у него не было контакта. И даже если он вам сам об этом сказал, я имею ввиду мужа, то, ну, на мой взгляд, совершенно ещё не факт, что это правда. То есть, здесь, ну, такой момент, тоже, на мой взгляд, нельзя, нельзя исключать то, что вы несколько ошибочно думаете. Дальше. Знаете, во всех отношениях во мне берут верх мужские качества, я чувствую, что забиваю своего мужа. Ну, давайте подумаем. Авторитетность человека, его авторитарность, его, вот, как вы сказали, полный авторитет, да, то есть, это означает превалирование его мнения, его позиции, ну, над любой другой позицией и любым, любым другим мнением. Связано она, в первую очередь, с тем, что, больше всего, человек боится оспаривания, боится конкуренции. То есть, в основе данной позиции лежит страх, в основе данной позиции лежит страх, страх того, что кто-то может быть проправ. И именно тревожность по этому поводу обуславливает появление авторитарности, склонности к подчинению и так далее. У вашего АЦ, у вашего АЦ, у вашего АЦ, позиция, совершенно, такая, то есть, вот, это позиция, вот, такого плана, то есть, что я, а, значит, боюсь, в глубине души, что, мое мнение, как-то спорят, и, а, значит, чтобы исключить инакомыслия, я, собственно, говоря, буду, а, всех подавляться. То есть, это такой, вот, классический, бронидальный, а, бронидальный тип, а, у человека, вот. Но не нужно думать, а, вот, не нужно заблуждаться, насчет того, что это от уверенности в себе, или это просто такой, в любой стиле, нет. На самом деле, как я сказал, это исключительно связано с тем, что человек, а, боится. Вот, боится он именно того, что кто-то отборит его, не, 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 ну и, соответственно, вы, а, действуете, собственно говоря, так же. То есть, вы точно такой же оказываетесь парадигмом. Вы точно так же проявляете мужественность, потому что боитесь, а, что другой человек боится, боится, в общем, доверится. Вы боитесь довериться кому-то другому. А, почему бы вам бояться кому-то доверять? Ну, потому что, смотрите. А, доверять кому-то, значит доверять себе. Доверять себе, значит прислушиваться к своим чувствам. Прислушиваться к своим чувствам, значит игнорировать некоторые вещи, которые могут считаться общепризнанными, игнорировать некоторые вещи, которые могут считаться единственно правильными и так далее. Вот. Это всегда некоторый стресс. Это всегда некоторая такая вот проблематика. Это всегда некоторая, ну, я бы сказал, некоторая тревожность. Потому что, ну, может быть страх осуждения, может быть что-то такое. Вот. И, соответственно, человек вот обесценивает свои собственные чувства. Значит, культивируя идеалы силы, идеалы правильности, идеалы прагматичности, практичности и так далее. Да? То есть, тотальная рационализация имеет место быть. Ну, то, что это не очень, не очень хорошо для человека. И то, что человек, мягко говоря, не является исключительно адептом, адептом рационалистического мышления. То, что человек является, в принципе, самим по себе нерациональным существом. Да? И что в человеке много достаточно нерационального. Это как-то игнорируется. Ну, и тем более, особенно это особое значение это имеет для женщины. Потому что женщина, в силу, ну, в силу ряда причин, женщина более нерациональная, значит, чем мужчина. Это абсолютно нормально, абсолютно естественно. Вот. Ну, для женщины. Вот. Но если она, в силу, вот, таких аспектов, например, которые, ну, например, которые вы описываете, себе это запрещает. Вот. Если она запрещает себя, то возникает вот такая тенденция. Важно понимать, что объективно, объективно, такие женщины, как и такие мужчины, то есть, ну, мягкие, женственные мужчины, фрифуют. И я не вижу ничего плохого в том, что такие люди есть. Наверное, здесь важно немножко другое. Наверное, здесь важно скорее то, что определяет комфорт такого человека. То есть, комфортно ли человеку в такой позиции. Если комфортно, то и проблем нет. Если не комфортно, то проблему нужно решать. Но, ровно настолько, чтобы вновь стало комфортно. Не преследуя цели, не преследуя задачи человека, именно что переделать. Я, повторюсь, не думаю, что в этом, именно переделке, есть что-то хорошее. Мне кажется, что подобная ломка человека, ломка личности, ничего хорошего не даст. Вот. Такая моя здесь позиция. Поэтому мужские качества у женщины, момент крайне деликатный, момент крайне такой, ну я бы сказал, ситуативный. Наверное, так было бы правильнее всего сказать, ситуативный или ситуационный. Вот. И относиться к этому моменту нужно, на мой взгляд, максимально внимательно. Максимально деликатно. Потому что, ну, я вам, я вам еще задам этот вопрос, когда мы к этому моменту подойдем. Но пока что вот так. То есть, условно говоря, Мария, в основе вашей проблеме находится недоверие себе. Так? Вот. Некое такое, такое, может быть, обесценивание своих чувств, да? Некоторое такое, ну, может быть, принижение своих ощущений, принижение своих эмоций, принижение того, что вы хотите, и возвышение того, что надо, того, что правильно, ну и так далее. Естественно, в такой реальности, да, было, ну, наверное, крайне тяжело, крайне тяжело в такой реальности находиться, крайне тяжело в такой реальности, наверное, скорее всего, сосуществовать. Вот. С, собственно говоря, ну, с, собственно говоря, ну, с человеком. С любым, наверное, да, с человеком. Вот. Вот. Поэтому нет, 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 нет ничего, как бы, удивительного о том, что, ну, что вы, вероятно, вот, напряжены как-то, да? И, что вы чувствуете себя, а, как-то, вот, под таким, может быть, давлением. Вот. А, ну, что вам трудно. Дальше. Я в шутку могу сказать, что он тупой, кричи на него, а мне потом стыдно за свои слова и поведение. Вот смотрите. Здесь двоякая, двоякая ситуация. С одной стороны, вы пытаетесь своего мужа принять. Это понятно. И понятно, в принципе, то, что у этого есть адекватные, объективные причины. Ну, например, как я уже сказал, у вас некий такой страх перед, ну, допустим, оспариванием своего мнения. Например. Например. То есть, например, вы, вот, ну, боитесь, опасаетесь того, что, ну, ваше мнение будет как-то, вот, оспариваться, ваше мнение будет как-то, вот, подавляться, и что вас, ну, саму, вас саму будут подавлять там. И так далее. Вот. Это первое. То есть, вы боитесь. Второе. То есть, вам стыдно за свое поведение, и тот факт, что вам стыдно за свое поведение, связано, в свою очередь, с тем, что вы склонны. Это свой страх обесценивать. То есть, я чего-то боюсь, например, и в то же время, в то же время я это обесцениваю. Ну, вот, просто так. Вот просто обесцениваемся. Ну, я боюсь, конечно, я боюсь. Но я обесцениваю. И, собственно говоря, отсюда получается, что, ну, вот, не туда вы и не сюда вы. Ни в одну сторону вы, ни в другую сторону вы. То есть, как бы, ну, зависаете вы в такой вот, я бы сказал, ну, наверное, в такой неопределенности, что ли, в такой подвешенности постоянной. Вот. То есть, вы что-то делаете, я имею в виду, поступаете каким-то образом, вам тяжело, потому что вы это делаете, ну, грубо говоря, не от хорошей жизни вы это делаете. Вот. А потом вы еще и стыдитесь того, что сделал. То есть, стыдитесь, ну, потому что, по вашему мнению, так делать нельзя. Только вот, интересно, что, ну, что вас это не останавливает. То есть, там все равно вы так делаете. И волей-неволей, здесь возникает вопрос. Волей-неволей. Не является ли самообвинение некоторое тем, к чему вы, собственно, стремитесь? Ну, вот, в целом. Может быть, вам как-то хорошо, может быть, вам гораздо спокойнее, когда вы себя обвиняете. Может быть, вы чувствуете себя в таком, ну, в таком состоянии, в таком положении несколько лучше, чем, когда вы себя не обвиняете. Может быть, это ваш способ регулирования. Такой. И если это ваш способ регулирования, то совершенно очевидно, что так просто от него вы не откажетесь. Да? И что все это делается, потому что вам так нужно. Вам нужно себя обвинить. Вам нужно сделать что-то, за что вы потом будете себя ругать, чтобы четко понимать, что вот это правильно, а это нет. Реагируете вы только на сильные чувства, на сильные ощущения. Причем, скорее всего, ощущения эти, скорее негативные, чем позитивные, к сожалению. Вот. Дальше. Я импульсивно и агрессивно и какую-то часть усталости вымещаю на мучь. Ну, если подумать, то усталость – это нормально для людей, ну, для всех людей. То, что вы чувствуете усталость, в этом нет абсолютно ничего аномального. Ну, то, что вы не умеете, например, расслабляться, допустим, то, что вы не умеете отдыхать, ну, например, прислушиваться, допустим, к себе и то, что вы игнорируете, к примеру, сигналы вашего организма, который старается известить вас о том, что ему тяжело, да? Ну, грубо говоря, организм сигнализирует о том, что он устал, а вы, собственно говоря, это игнорируете, продолжаете что-то делать, ну, потому что надо, и в итоге устаете достаточно сильно, а в итоге позволяете себе выносить злость на мучь. Вот. А, собственно, только сильно-сильно, опять же, усталость дает вам право на отдых. Как вы думаете, это важный момент, что вы что-то себе разрешаете только когда это достаточно сильный, когда это достаточно слабо, то, соответственно, и разрешить себе этого вы не можете. В том числе, именно поэтому, из-за наличия таких, ну, грубо говоря, систем держек и противовесов, вы называете себя импульсивным. Ну, было бы несколько странно, если бы вы были другой, не импульсивный в сложившейся ситуации. То есть, ну, на мой взгляд, это было бы, мягко говоря, странно, потому что сдерживать себя и при этом еще не быть импульсивным, сдерживать себя и при этом еще не быть, как вы пишете, агрессивным. Ну, это абсолютно невыносимо для человеческого организма. Дальше. Выходил замуж не по большой любви, скорее, по умы, число были остаются, но вот прямо, чтобы любовь, ну, наверное, нет. А зачем выходил замуж? Видите, опять, потому что так нужно было, так надо было. Муж тоже не идеальный, я много ему отдаю, поддерживаю, уважаю его, и много всего страны тоже было неправильных вещей. Что значит неправильных вещей? То есть, такие понятия, как правильно, неправильно. В мире человеческих отношений, наверное, отсутствует. Мне кажется, что совершенно непродуктивно мыслить такими категориями, правильные, неправильные. Вот, люди, ну, как-то поступают, и, в принципе, все на это. То есть, поступают так, как могут, и все. Вот. Правильно это или неправильно, ну, это уже не важно. То, что вы сами, ну, грубо говоря, называете что-то правильное и неправильное, вот здесь, на мой взгляд, вот такая авторитарная, я бы сказал, позиция, да, родительская позиция. Вот, и вам, собственно, именно, именно то, что правильно или неправильно, ну, вот, вам это может не давать, как раз, такие, поко-покоя. Вот, поэтому этот момент тоже крайне важно зафиксировать, вот, зафиксировать, что вы используете такие категории, как правильно и неправильно. Эти категории, ну, я бы сказал, являются, ну, в какой-то степени ошибочными. В какой-то степени ошибочными. Эти категории являются деструктивными, потому что они предполагают оценку. И, к сожалению, формируют такую модель взаимодействия, которая не предполагает истренности, открытости, спонтанности. Вот, и само собой, разумеется, свобода в отношении. Из-за этого, ну, совершенно естественным образом, возникает некая напряженность, которая, ну, нуждается в том, чтобы ее спросить, ну, напряженность нуждается в том, чтобы ее спросить. Сбросили. И, собственно, каждый, получается, сбрасывает напряженность так, как может, так, как умеет, так, как у него получается. Вот, ну, там уже со средствами, как вы понимаете, никто особо не заморачивается. Именно с, ну, с формами. С формами того, как снимать, вот, напряжение. Момент этот, очень, повторюсь, важный. Поэтому тот факт, что вы агрессивны и импульсивны, тот факт, что вы, вот, судясь тем, такими категориями, как правильно-неправильно, да, это вот все излишняя такая, я бы сказал, рационалистичность. Вот, ну, ну, надеюсь, что вы относитесь к тому, что я говорю, достаточно адекватно. Потому что в цели меня какой-то раз ни в чем-либо обвинять нет. Дальше. Мое поведение мужское меня тяготит. Чем? Я борюсь за первенство в отношениях постоянно. Мне хочется заботы и неоденности, которые я не получаю от мужа, разумеется. Дальше. Значит, тут давайте разберем. Мое поведение мужское меня тяготит. Чем тяготит мужское поведение, да? Если оно вас тяготит, я легко могу это себе представить, что у вас это поведение действительно может тяготить. Вот. Но интересует меня немножко другое. Если у вас данное поведение тяготит, то с чем связано то, что вы этого поведения придерживаете в таком случае? Это первое. Вот. А в какой цели в таком случае вы надеетесь достичь своим поведением? Это тоже такой вот достаточно важный момент, как мне кажется. И, соответственно, вы пишите, что мне нужна забота и нежность. Я должен спросить в таком случае у вас, да? Я должен спросить вас, из чего, по вашему мнению, получается потребность в заботе? Вот. Вот. Из чего? Это, ну, произрастает, да? С чем связано такое желание? С чем связана такая потребность? Что если вы говорите, мне хочется заботы и нечего? Я думаю, что вам хочется просто отдохнуть, я думаю, что вам хочется просто отдохнуть. В принципе, это нормально, то, что вы хотите отдохнуть, но, как бы, здесь вы перекладываете ответственность за свою нуждаемость в релаксации, в отдыхе, в защищенности, да? Для мужчин. Позиция, это, мягко говоря, деструктивна. И ведет, мягко говоря, в никуда. Вот. Поэтому это необходимо иметь в виду несколько. Потому что, ну, момент достаточно важный, момент достаточно определяющий, и если мы будем заблуждаться относительно него, относительно этого момента, если мы будем заблуждаться, то ничего хорошего из этого не получится у нас. Поэтому здесь давайте сразу определимся с терминами, да? Сразу определимся с терминологией некоторой. Вот. И сразу, эм... Значит, расстраиваемся с терминологией, над их. Чтобы у вас было какое-то понимание ситуации адекватной, да? И чтобы я был уверен, что вы поняли меня и, соответственно, либо согласились и продолжите работать в этой парадигме или, соответственно, ну, что-то другое для себя. Выберите, да? Выберите, да? Выберите какую-то, может быть, другую, немножечко, парадигме. Вот. Не ту, которую, например, предлагаю вам я. Дальше. Идем. Идем дальше. Так. Я не получаю от мужа. Здесь у вас есть, вероятно, некоторые ожидания, которые вы пытаетесь реализовать за счет мужа. Вот. Ну, вероятнее всего, обижаясь в какой-то степени на него, на мужа, имеется в виду обижаясь на мужа за то, что он вам этого не дает. То есть есть какие-то ожидания от него, есть, ну, есть фрустрация из-за того, что человек не обрадует ваших ожиданий. Вот. И, соответственно, есть некая такая реакция на фрустрации. В виде, может быть, негативных чувств, в виде обиды, в виде, может быть, отражения какого-то, вот, страха, что вы не привлекательны. И, ну, объяснения себе, таким образом, еще большего контроля, контроля над человеком. Вот. Хотя, по большому счету, ну, понятно, что путь этот несколько деструктивен и ведет он лишь только к усугублению ситуации. Дальше. Он мне говорил раньше, что видит во мне соперника. Ну, правильно, правильно. Мужчины довольно специфично, я бы сказал, относятся к конкуренции. Мужчины плохо переносят конкуренцию. Ну, а, в принципе, один из самых главных моментов заключается в том, что мужчина не любит конкурировать с женщиной. Потому что к женщине, мужчина относится как, ну, грубо говоря, к своему тылу, да? То есть, женщина – это тыл. Женщина, ну, должна быть тылом. Если женщина не тыл, а если с женщиной приходится конкурировать, то мужчина понимает, что с такой женщиной ему не расслабиться. И если с такой женщиной ему не расслабиться, то мужчина относится к ней, мягко говоря, на стороне. И, мягко говоря, ну, пытается как-то вот компенсировать, может быть, постоянную угрозу. Угрозу его самости, угрозу его мужественности, по его мнению, каким-то вот обратным поведением. Ну, здесь нужно сказать, что и муж, в принципе, мужчина выбирается такой достаточно соответствующий. То есть, не менее, думаю, что это берется откуда-то, ну, откуда-то из случайного места. Нет, 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 мужчина подбирается соответствующий. Мужина подбирается соответствующий и такой, чтобы он ображал, идеально ображал, так сказать, желание женщины. Ну, или наоборот происходит, когда мужчина подбирает такую женщину, чтобы она идеально обращала его желания. Добыча к семье муж, пишите вы, я в карьере не состоялась. Ну, вот, вопрос, который хочется вам здесь задать, да? К чему вы это написали? Про то, что вы не состоялись в карьере. Ну, то есть, вас это тикатит, вас это волнует, вас это беспокоит. К чему вы это написали? Если для вас это имеет значение, то какое значение для вас это имеет? Ну, конкретно, какое значение для вас это имеет? Это очень важный момент, потому что если вы не удовлетворены, да, не реализованы, то фактических оснований для подавления мужа, фактических оснований становится больше, гораздо больше. И это нужно учитывать. Необходимо быть удовлетворенным. Необходимо реализоваться. Не обязательно профессиональные сферы. Ну, то есть, коммерческие. Но необходимо реализоваться, чтобы не чувствовать, что муж в чем-то лучше вас. Вот. Тут, конечно, помогает и личностный рост. То есть, переоценка ценностей определенных. Тут помогает и поиске новых способов реализации. Много, в общем, есть моментов. Но суть заключается именно в этом. Что если вы не удовлетворены, если вы не застоялись, то это, как бы, еще один повод для того, чтобы своего мужа подавлять. Вы можете сказать, но я же хочу быть более женственной, более чувственной. Зачем мне, значит, ну, зачем мне реализовываться в таком случае? На это я вам могу сказать следующее. На это я могу вам сказать следующее. Ага. Ну, во-первых, реализация. Ага. Никак не связано с женственностью. То есть, если человек реализовывается, то это никоим образом не влияет на градацию гендерного поведения. То есть, это вот, необходимо этот момент учитывать обязательно. Что градация гендерного поведения, она, как бы сказать, она является, одним из продолжений, одним из продолжений удовлетворенности. Но ни в коем случае не противоречит ему. Ни в коем случае одно другому не противоречит. Поэтому здесь никакого, значит, ну, никакого конфликта нет. Если только вы сами не хотели бы, чтобы этот конфликт был. Так? Вот. Следующее. На что нужно обратить внимание. Я не мужчина, как листовую, ношу платья, я творческий человек, веду блог. Ну, вот это всё, мой внутренний раз, вечный мой поиск себя, как личности, просто отягощает. Как будто я и не ел. Здесь для меня всё выглядит таким образом, что вы именно что требуете. Именно что требуете от себя быть, ну, вот, какой-то. То есть вы требуете от себя быть личностью. Вы требуете от себя найти себя. Вот. Вы требуете от себя кем-то быть. Потому что это может быть. И не обязательно вовсе. Но вы от себя этого требуете. И, наверное, данный аспект является одним из, так сказать, отягощающих. Потому что вы должны, ну, вот, то, что вы себе говорите. Я должна себя найти. Я обязана себя найти. То, что, то, что вам, может быть, этого не хочется. То, что у этого могут быть свои какие-то формы, которые не вписываются в ваше привычное видение реализации. Точнее, даже не ваше, а видение, скорее всего, отца. Да. То, что вы тяготитесь не этим, а скорее всего тем, что если вы не реализованы, то мужчина лучше вас. И это угроза. Угроза того, что он будет вас подчинять и так далее. Да? То есть работает это все примерно в таком контексте. Работает это все примерно так. Как мне кажется, ваша творческая, ну, творческая позиция, это позиция, опять же, я должна. То есть это не позиция, а я хочу сказать, а это позиция, я должна вот тут. Должна я быть творческим человеком? Ну, я, соответственно, и творческий человек. Должна я как-то реализовываться? Ну, соответственно, я как-то и реализовываю. И не особо важно, что, может быть, это совсем не отражает того, что, ну, мне интересно, того, что мне хочется, того, что действительно вызывает у меня какие-то чувства. Понимаете, человек может всю свою жизнь искать себя как лично всю свою жизнь и не найти. И это отнюдь не значит, что у человека что-то не так, это отнюдь не значит, что у человека какая-то беда и так далее. Это значит, что каждый находится, ну, так сказать, на линии своего развития. И каждый пройдет это развитие настолько, насколько он может пройти, насколько хочет пройти, насколько позволяют способности, возможности, внешние условия и так далее. А ваша глобальная проблема заключается в том, что вы требуете от себя этот путь пройти. А требовать от себя пройти определенный путь, ну, наверное, все-таки неправильно. Потому что это процесс очень личный, это процесс очень деликатный, это процесс очень интимный, я бы даже сказал. Я бы даже сказал, что это очень интимный процесс, потому что прожить его может только человек, только сам человек, никто больше этого не может сделать. И вы очень грубо вмешиваетесь в течение этого процесса. Вы пытаетесь этот процесс осмыслить. У вас это не получается, вы злитесь, пытаетесь исчезнение, в итоге это еще больше не получается. Поэтому Виктор Фрэнкл называл это крайне деструктивным поведением, когда мозги включаются там, где они совершенно не должны включаться. После эту идею достаточно хорошо развили некоторые другие ученые. Вы, повторюсь, сверх мотивированные. Данная сверх мотивация вам, конечно же, мешает. Следующее. Как мне стать более женственным? Спрашиваете вы. Ответ на этот вопрос зависит от того, для чего вам это, собственно говоря, нужно. Иными словами, зачем мне становиться более женственным? Что я от этого получу? Что я буду делать, когда стану более женственным? Буду ли я как-то менять свою жизнь, если да, то в каком направлении и как? Буду ли я что-то получать, если да, то опять же, что и как? Да. И что такое женственное поведение для нас вообще? С точки зрения практики, я бы сказал, что для того, чтобы быть более женственным, вам нужно определиться с моделью женского поведения. С идеалом женского поведения. С той моделью женского поведения, которую вы бы сами для себя посчитали идеально подходящей вам, вызывающей восхищение у вас. Вызывающее восхищение, вызывающее, ну, в целом такие вот положительные, в целом позитивные чувства. И данную модель поведения вам необходимо реализовывать в жизни. То есть, это чисто практичная такая вот история. Понятно, что в процессе выработки идеальной гендерной модели поведения будут появляться некоторые противоречия, будут появляться некоторые элементы сопротивления, я бы сказал так. То есть, ну, будет какое-то, может быть, непринятие, да, будет отторжение некоторых моментов, несогласие с определенными аспектами. И в этом случае, именно в этом случае, вы как раз таки, образно говоря, и начнете становиться более женственной. Именно в тот момент, когда почувствуете непринятие какого-то элемента гендерного поведения. Но, повторюсь, повторюсь, одно дело, если вам самой кажется, что вы можете быть более женственной, например, и вы просто не раскрываетесь, да, как женщина. И другое дело, если вы хотите быть более женственной, чтобы что-то для себя получать. Вот это две совершенно разные, я бы сказал, модели поведения. Две совершенно разные, я бы сказал, две совершенно разных вектора направленности. И, как бы, один исключает другое, один исключает другое. Потому что, если вы хотите стать более женственной для того, чтобы что-то для себя получить, чтобы, например, там, не знаю, искусственно, к примеру, улучшить отношения в браке, то я боюсь, что в таком случае вы, скорее всего, обречены на поражение. Потому что это механическое поведение, оно, ну, как бы, приведёт к ухудшению отношений. Потому что отношения будут, на мой взгляд, ещё более искусственными. Вот, и ничего хорошего из этого у вас не получится. А если вы чувствуете, в принципе, что вам, ну, что вы можете быть более женственной, что вы, условно говоря, там, способны на большее, то в таком-в таком случае я думаю, что это более чем поправимо, более чем осуществимо. Важна только ваша готовность что-то делать, реально делать для, ну, для изменения поведения, для терапии, скажем так. Дальше. Как найти себя? Спрашиваете вы. Ну, вот здесь момент достаточно такой, я бы сказал, не однозначный, потому что всё значит найти себя. Вы себя в какой-то степени уже нашли, потому что вы уже себя ощущаете, вы уже что-то, собственно говоря, делаете, вы уже как-то себя ведёте. И, на мой взгляд, на мой взгляд, находить себя не нужно. Точнее, это такая вот чересчур абстрактная, я бы сказал, задачка, которая, опять же, которую человек может реализовывать всю свою жизнь. Нужно ставить менее, ну, менее глобальные цели себе, нужно ставить менее глобальные задачи себе, более осуществимые, более реализуемые, скажем так. Вот, и тогда у вас появится реальный шанс улучшить свою жизнь. Изменить модели поведения между вами и вашим мужем, изменить взаимодействие между вами и вашим мужем, возможно, через транзактный анализ, через психотерапию вы можете это сделать, если, например, вдвоём обратитесь к специалисту или вы одно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.